Наши респонденты предлагают варианты мотивации сограждан на сортировку мусора и популяризации идей его правильной утилизации. Штрафов надо сделать евро по 500. 500 евро за непосортированный мусор. Я думаю, что за месяц-два начнут все сортировать. А если не начнут, ну по 1000 евро пусть скидываются. Это работает. Прям Европа показала, что работает. Они тоже не сразу пришли от викингов к чистой стране. С учетом ситуации сейчас нашей экологии, по-моему, это долг каждого собирать. Плохо, что у нас это все на таком низком уровне, что мы только пришли к тому, чтобы разделять бумагу от остального мусора. Было бы хорошо, если бы наше правительство это все более популяризировало среди народа, чтобы мы как-то более доносились массы, почему это надо делать. И что это в первую очередь важно для наших детей и для нашего будущего. Потому что так как мы уже загрязнили свою атмосферу, наверное, дальше уже некуда. Ну, социальную рекламу делать можно. Возле урн вешать плакаты с аргументами за сортировку мусора, что это даст. Наших людей очень трудно заставить что-то делать или уговорить, или объяснить. Наверное, разъяснять все-таки, каким последствиям это все приведет и какую пользу, какую выгоду, может быть, в какой-то степени они могут от этого иметь. Не забывают наши собеседники и о многолетней, но так и не реализованной пока идее строительства мусороперерабатывающего завода. Я, например, считаю, что в таких больших городах, типа Харькова, Киева, Одессы, где там больше миллиона, там желательно иметь перерабатывающий завод. Потому что очень много земли находится под мусоросвалками. Эта земля была бы для другого предназначена лучше. Да, конечно, необходимо, чтобы не загрязнять город, должны сортировать мусор для того, чтобы использовать, ну, конечно, чтобы у нас были заводы перерабатывающие такие. Тогда будет чище город. Как показали всеукраинские опросы, большая часть населения Украины не рассматривает экологическую составляющую как неотъемлемый компонент понятия устойчивого развития общества. Тем не менее, загрязнение окружающей среды происходит вследствие деятельности человека, а значит, только сами люди должны исправлять сложившийся дисбаланс. Сортировка мусора – это первый, но крайне важный шаг к решению мировых экопроблем. И каждый житель Земли в силах внести свою лепту в сохранении по тонкам живой планеты, для начала просто выбросив бутылку, бумагу, стекло или другие бытовые отходы в соответствующий контейнер, или вывезя все это в специализированные пункты приема. Помимо пользы для экологии, это включает в себя и экономическую составляющую, суть которой во вторичной переработке и рачительном расходовании природных ресурсов.